Поправим, пожалуйста, вытянно. Господи, просим Тебя, благослови наши занятия, пребудь с нами в этот воскресный день. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему. Тебе же славу отсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веку. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 12 глава. Так, Сережа, молитвич, разреши меня одно дело, ребятишек отпустить. Что же ребятишек отпускать? Пусть они остаются. Так. Помогу позови сюда. Без нашего разрешения, она может не допустить, что ты домой. Что за ребятишек? Ладно. Союз ребятишек. Вот я книжки принес, подари. Они не вредные, но подержи, подними. Вот у меня рукой. Ничего не вредное. Сколько пола заканчиваешь. Здесь Светлана Копылова, она поет, как отец один разбогател маленько, ну, предприниматель. И решил ребенка отправить к родне, в деревню. Пусть посмотрит, как люди живут-то. Аминь. И когда вернулся, через неделю, там сын его отпишет, говорит, папа, у нас, говорит, светельники тут светят, а у них звезды. У нас тут бассай, но у них море рядом. Ну и дальше все говорит, отец сразу приуныл, говорит. Вот я хочу показать книги, вчера достал. Ну, просьба не выбрасывать. Даю бесплатно, и вы их сохраните. Узнаете, как богатые дурно живут. И никогда не жаляйтесь, что вы бедные. Посмотрите, золото. Так, у кого дети, я им подарю. Продолжение. Так, вот эта вот моя книжка, это вам. Слушай. Держи, держи. Вот это. О, давай. Так. Это тебе. Никогда не завидуй богатому. Ты узнаешь, как они дурно живут. Кому не хватит, кому надо зайдите. Такая люстра дыбуновая, по-моему. Нет, это другая. Все, свободно. Так, еще одну. Там раз включаешь, такая, потом другая. Дать тебе. Держи. А что, не столечко не есть? Это все про светильники, Игнатьевич. И там вредного еще нет? Ничего вредного. Какие светильники? Это про христиан. Горячая светильники. Еще есть вариант. Да. О, какие красивые. Чтобы мы горели так, как вот эти светильники богатые. Ну, это окна. Окна-то. И вот светильнички. Видите, а? Держите, это вам. Нет, мне это вам не запомнили. Вам еще можно, которые вы в прошлый раз тренажите. Вот такие небольшие библии. Открываем. Опа. А давайте вам подарим. А? Не знаю. Давай. Игнать Ильич. Где вы такие взяли-то? Игнать Ильич Ильич, а этим дроботам-то что не подарили? Дроботам-то вот такой-то, да? Вот такая же? Нет, не такая. Вот это лучшая. Никогда этим не заведуют. Им все другое. Не, не посмотрели, а это и любили. Бальчики, покажите. Бальчики, он рисуется. Бальчики, покажите. Бальчики, покажите. Бальчики, покажите. Мне дарят что ли, нет? Мне дарят. Мне дарят. Тебе надо? Из чём-то. Когда совсем обидеете, это обиде чего будет? Да. Хорошая? Это три библии, наверное, и четыре можно сделать. Какая бумага? Ну-ка, подсказки. Это очень красиво. Вот это прикольно. Визинточка. Вот так вот вам надо сделать у себя бумага. Вот так. Игнать Ильич Ильич, визинка здесь нашёл. О-о-о. 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 У меня там ещё осталось. Мальчики, кстати, видите. Не, ну принесли, пожалуйста. У меня попросили. Для детей. Паника, наверное, да? О-о-о. О-о-о. О-о. 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 Из рук убирать. Евангелие от Марка 12 глава с первого по девятой стихи. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнёс ограду. И выкопал точило и построил башню. И отдав его виноградарям, отлучился. И послал в своё время к виноградарям слугу. Принять от виноградаря плодов из виноградника. Они же схватив его, били и отослали ни с чем. А опять послал к одним другого слугу. И тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестью. И опять иного послал. И того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же ещё одного сына любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, «Последятся сына моего». Но виноградаре сказали друг другу, «Это наследник. Пойдём убьём его, и наследство будет наше». И схватив его, убили и выбросили вон от виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придёт и придаст смерти виноградарям, и отдаст виноградник другим. Толкование. «Виноград означает иудейский народ, который насадил Господь. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе». Псалом 79, 16. «Веди его и насади его на горе достояния твоего». Исход 15, 17. «Под оградою, разумеется, закон, не допускавший иудеев смешиваться с другими народами. Башня – есть храм, который был великолепен. Тачилом означается жертвенник, на котором проливалась жертвенная кровь. Бог отдал народ свой делателям, то есть учителям и правителям иудейским, всем в своё время. Он послал сперва одного раба, то есть пророков, бывших около времени Илии. Например, Михея, которого бил он уже пророк Сидекия. Читаем об этом в 3 книге Царств 22-24. Послал другого, которому камнями пробили голову и таким же образом нанесли полное поругание. Можно относить это ко времени Осии и Исаии. Послал и третьего раба, что можно разумеет о пророках времён плена иудейского. Например, о Данииле и Изакииле. Наконец, Бог послал Сына Своего, который назван человеком ради человеколюбия. Но злые делатели, зная, что это наследник виноградника, вывели его вон из виноградника, то есть из Иерусалима и умертвили. Христос действительно распят был вне города. Зато господин виноградника, отец убиенного сына, или лучше сам убиенный сын, погубится делателей, предав им их римлянам. А виноградник свой отдаст другим делателям, то есть апостолам. Хочешь ли знать, как апостолы возделали этот виноградник? Прочитай книгу Деяний апостольских, и ты увидишь, как три тысячи Деяний 2.41 и пять тысяч душ вдруг Деяний 4.4 уверовали и стали приносить Богу плод. Кого есть вопросы по этой притче? Как сегодня к нам это относится? К нам это относится так, что если стали Богу приносить плод, значит они стали рассказывать о вере своей, Иисусе Христе, о том, что их ожидает. И это к нам относится так, чтобы мы тоже благовествовали, чтобы приносили плод тех, кто нуждается в этом слове. Надо ходить на благовестие, чтобы иметь плоды для Бога. И что случилось дальше с апостолами? Вы знаете ихнюю кончину? Всех убили, один Иоанн, только любимый ученик Христа был признан. Петра распяли вниз головой, всех, и тех пророков тоже побивали камнями, кто нес Слово Божие, кто благовествовал, кто оказывал любовь ближним своим, обличал ли. А почему убили? Потому что наследник. А кто убил? А вот тогдашняя, так скажем, церковная власть. Как сегодня это, Господь говорит, сдвину светильники эти и отдам виноградник другим. Сегодня прозвучала цифра. 1257 храмов было разрушено и около 5000 монастырей, если я не ошибаюсь. 57 тысяч храмов? 57 тысяч храмов, да, вот, разрушено было. Почему? Потому что скрыли Слово Божие, не было распространения монастырей, то есть сковали за все. Плода не приносили. Да, и плода не приносили, и Господь отдам виноградник другим. То есть, вот эти вот, и стали в России появляться общины. Вот, и сегодня мы видим и Евангелие распространяют, такие как красные, без как благоводницы, и какое-то благодатное время. И нужно держаться и успевать. Пользоваться этим, да. Вот я еще недавно читал, что во времена гонений, когда церковь гнали, и когда благоденствие, как сегодня сейчас, то есть все в изобилии, все в достатке, ну, Библию хочешь бери, хочешь вагонами и заказывай, распространяй. Вот это сегодняшнее время, в плане спасения, оно труднее, потому что многие охладевают вере, когда никто не подгоняет, когда нет вот этого вот... Много листующего. Когда нет запрета на это, и никто тебе, как бы, врагов открытых нету, которые бы тебя сдавили, ты ясно понял, что вот это враг, а это друг. Когда все вот такое вот мешанина, такая, обмерщение церкви, когда непонятно, кто враг, кто волкович, кто овца, кто что. Многие просто, кто не обладают знаниями Библии, им трудно разобраться, где истина, где ложь. И идут за лжеучителями, за этими же тоже многие шли, которые Христа распяли, и сами потом кричали, распни, распни, сына. И перед этим кричали, ассану, ассану. Можно еще? Да. Вот касательно того, что апостолов, которых убили, они, ну как, сами даже не хотели, чтобы их снова, как бы, или кто выкупил, или как, на технише рассказал. А вот как раз апостола Иоанна, вот трижды убивали, и они его не могли убить. Это как камень. Они его не могли убить, и они просто сослали его, чтобы он умирал один на острове, откуда он потом вот это апокалипсис написал. Все были гонимы, и Христос предупреждал, что, если вы мои ученики будете, как вы знаете, что, во-первых, вы будете иметь любовь между собой. Сегодня тоже приводили пример, то есть, вернее, перепутал меня. Про пучок сегодня рассказывали. Про меник. Сегодня, да, потому что у нас вчера еще надо отменять. Уже вчера. По одному нам все переломают, а когда они увидят, что мы единомысленны, что мы община. Труднее взять, да. Да, и уже, как бы, все. Только сжечь. Да. Только сжечь. Только в них это только можно сжечь, его не сломаешь уже, он нас держит, мы единомысленны. Единомысленны в чем? Мы против и коммунизм, почему мы отделились от московской патарахии, давайте вспомним. Почему вот эти вот, сейчас у нас такой раскол, как бы, назревает. Вот, идти туда, Игнать Тихонович говорит, не ходите туда, это смерть, это ад. Вас по одному там переломают. Как ломали, я вот читал Бойко, 99% не уставили, все пошли вот за деньгами. Все в церквах были, но детей, ты согласись, чтобы дети не ходили, а ты ходи, мы тебя трогали. И все согласились. Как сатана делает, чтобы дети не знали ничего. Да. Ты веришь, что в церкви, церкви придет конец? А он придет, потому что мы добьемся этого, последнего папа повесим на оси. Все. Или сейчас умирая, или вот просто, вот, ты же веришь, и вот 99% на этом соблазнили, на детях. Во-первых, детей жалко, ну пусть они уж, как бы это, главное, чтобы в церкви сохранились. Вот, и сегодня вот эта притча, она нам говорит, чтобы вот мы... Ограда, закон. У нас какая ограда? У нас каноны церковные. Если мы за эти каноны выходить не будем, нас Господь будет хранить. Если мы начнем сами эти каноны попирать, то ничего не... Мы рассыпемся? Да, мы рассыпемся. Кладок не будет, ветка отрежется, сигарет в огне. Да. Марка, 12, глава, 10-12 стих. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделал с огловой угла. Это ады Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставив его, отошли. Толкование. Через все это Господь показывает, что иудеи отвержены, а язычники приняты. Камень есть сам Господь, а зиждущие суть учители народа. Таким образом, когда пренебрегли эти... Таким образом, простите, кого с большой буквы пренебрегли эти учители, тот, то есть Христос, стал во главу угла, сделавшись главою церкви. Ибо угол означает церковь, которая совокупляет и соединяет всех, иудеев и язычников. Вот как две стены, одна стена иудея, и язычники, а камень Христос, он соединяет глава угла. Подобно как и угол, соединяет две стены, сводя их в себе вместе. Вопросы. Понятно? Марка, 12 глава, 13-17 стих. И посылают к нему, с большой буквы, ко Христу, некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. А они же, придя, говорят ему, учитель, мы знаем, что ты справедлив, и заботишься об угождении... А, простите, и не заботишься об угождении. Не заботишься. Беда со мной, я не выбрасываю, это ужас какой-то, помогите. Они же, придя, говорят ему... А может, это для того, чтобы заострить на этом внимание, так Господь делает именно что? Они же, придя, говорят ему, учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо. То есть, не человекоугодник, то есть, льстят ему. Ибо не смотришь ни на кого лице, ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать, подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? Но он сказал... Но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его. И принесли. Тогда говорит он, чье это изображение и надпись. Они сказали ему, кесаревы. И Иисус сказал им в ответ, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу. И дивились ему. Толкование. Об Иродианах сказали мы в другом месте, что это была какая-то новоявившаяся секта людей, называвших Ирода Христом, по той причине, что в его время кончилось преемство царей иудейских. А другие говорят, что Иродианами называются здесь воины Иродовы, которых фарисеи взяли с тем, чтобы они были свидетелями того, что скажет Христос, а потом могли взять его и отвезти к суду. Но посмотришь на злонравие их, с каким ласкательством они покушаются обольстить Господа. Знаем, говорят, что ты не смотришь на лица человеков, а потому не убоишься и самого кесаря. Все же это было только лукавством, чтобы во всяком случае уловить его. Ибо если бы он сказал, что должно кесарю платить подать, они обвинили бы его перед народом в том, что он порабощает народ чужому игу. А если бы сказал, что не должно, в таком случае они могли обвинить его в возмущении народа против кесаря. Но источник премудрости избегает их козней. Покажите мне, говорит, монету, и видя на ней изображение кесаря, сказал, что имеете на себе, что имеет на себе такое изображение, то отдавайте лицу изображаемому, то есть кесарю, а Божие Богу. То есть, обязанность платить дань кесарю, платить дань кесарю, нисколько не препятствует вам в деле богопочитания. Ибо можете и кесарю отдавать что следует, и Богу воздавать должное. Но у каждого из нас есть своего рода кесарь. Это неизбежная потребность телесная. Итак, Господь заповедует давать и телу, свойственную ему пищу, и потребную одежду, и Божие Богу. То есть, посильное бдение, молитву и прочее. Но и дьяволу, и этому кесарю брось данное тебе от него, как то, гнев, злую похоть, а Богу принеси Божие смирение, воздержание во всем и прочее. То есть, двояркое такое торгование. Да, без комментариев, но мы не знаем, как. Кесарю кесарю, Боже, Боже, да? На сегодняшний день это налоги. Некоторые скажут, я десятину плачу, что я буду налоги платить? Чего ради-то? Я под Богом живу, я Ему благодарен. И все. Но мы читаем книгу Тавита, Он три десятины платил. Вот живой, примерно, на наш наставник, на этих девять десятины. Как Господь его обильно благословил. Господь говорит, испытайте меня, не залью ли я на вас благодать мою. А чем испытать тебя, Господи? Чем? Как? Вернее, в десятины и приношениях. По себе знаю. Чем больше отдаешь, тем больше Господь тебя благословляет. И в духовном плане, и в материальном, как ни странно. Поэтому тут... А некоторые, ну, они здесь, в этой притче, они хотели уловить Христа. Как бы он не ответил, то есть, если бы он разделил, то есть, сказал бы Кесарю, они бы обвинили бы, ну, как так, мы народ Божий какому-то Кесарю будем. Чего нас под игрок? Он оккупант, как вот сегодня украинцы на России. А оккупанты, чего мы им будем, там, это... А если бы он сказал, Богу отдавайте, а Кесарю не давайте. О, так ты народ против Кесаря, против государства, там, возмущаешься. То есть, вот. То есть, вот. То есть, не надо забывать, что тогда иудеи, они находились в оккупации. То есть, под гнётом, под иглом. То есть, им была обязанность, ну, они, как бы, дань это будут платить. Кто не платил, они медленно могли спокойно, наверное, и в тюрьму посадить, да, и... Ты сегодня как-то, ну, не платишь налоги, не платишь. Ну, не, ну, всё равно тебе придёт. Как же, не платишь, ничего себе. Тебе придёт, да, Никас, ну, что, виза. При чём, Сергей Павлович? Ты к тебе пришёл? Я плачу. Платишь? Не, ну, ты же, видишь, государство живёшь, ты закон государства, ну, ты тоже же исполняешь. Кесарю, Кесарю, как Господь сказал. Их мы поможем. Идем, иди, 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 иди. Нет, у нас 46% после предпринимателей я ехал, он разговаривал. Он говорит, 46%, подоходный, медицинский, там, это, страховой, такой, вот, 46%, поэтому, говорит, то, рабочих нанимаем, говорит, зарплата какая сейчас минимальная, там, 11,000, 600, наверное? 670. Всё, это идёт как зарплата, а остальные 10 тысяч, то ему ещё, это уже в конверте, да. Если, говорит, всё оплатить, то, говорит, мне тогда просто закрывайся сегодня, говорит, и всё. Да, да. Это у него не меньше, чем ООО. Если он нанимает работников, у него, значит, общество соглашается. Ну да, он не один. И ЧПшник должен нанимать, и ЧПшник. И ЕПшник тоже тогда? У ЕПшники ему выше. У каждого 46% берут. А мы платили подоходы, когда до 88-го года я уже служил в Священном Зоне. 52,5%. 52,5% и ещё, оказывается, 7% бездетность. В смысле, 7% бездетность? Да, брали раньше. То есть ещё 7%. Брали не просто брали, а брали так. Я с армии только пришёл, устроился я на работу, первое место берут. Брат пошёл меня в прокуратуру, говорит, как, ну дайте хоть 9 месяцев, чтобы в первый день он женился. 9 месяцев, считайте. Как-то да, логично. Ну да, ну закон такой, вот, а девушек не брали. Мы с матушкой 23-го мая расписались, за 2 месяца её уже взяли бездетность. Так вот с 1-го хотя бы июня. Сразу. Ну с 1-го июня, какой? Хоть опять же, да, что на... 9 месяцев, да. Самый же надо выходить, наверное, было уже когда на 9-м месяц. До свадьбы надо было. Это уже куда? Раньше в риме. В богослове. Это всё платили, никто не возмущался, ничего. Зазнали, всё это. Платили, везде. Выходило где-то 60% почти. А батюшка, а вот, который матери, героини, тем, как это государство помогало? Ну, помогало, как сейчас помогает примерно. Вы знаете, сколько детская пособия в Алтайском крае на ребёнка в месяц? 168 рублей. 170. Это если не много денег. Если не многодетно. Если многодетно, то побольше. А материнский капитал, как вот сейчас, был тогда? Да, конечно. Не было. Я вырос капитал. Нет. А сон, вошли, не было. А сон, вошли, не было. Раньше квартиры давали бесплатно. Раньше квартиры бесплатно давали. Бесплатно там первое... Где-то лазил. Пожар, не носишь, я не ставил. Весь мокрый. Батюшка, вот такого переплёта ты никогда не видала. Смотри. Переплёт может быть, я не знаю. Личное пользование. Кому надо, берите. Вторая сервис. А вот ты посмотри, какой переплёт. Вот эта отдельная книжечка, и она, наверное, куда не девается. Мягких отходит. На, Фрося, отдай. Ого. Фрося, Фрося. Нет, у нас поражали. А, это папка. И Фрося, не отдай. Это высшего качества. Ну, это не всё. Да. Я знаю, некоторые из вас жизнь прожили. Такого сокровища не видали. Голубя. Голубя. Да, голубя. Да, голубя. Нелядный голубя. А чё ты? Голубя. Да, вы там, они голуба, когда я не давлю. Ольга, не отпустите, вы заходите, держите. Так, держи. Вот так. Я сейчас, смотри, не дави только. Сейчас я тебе дам, дам, дам. У нас когда-то на столе были, по 8 штук сидели. Они ели, и звук ели. А сейчас нет. В ваннобогословском храме. Там специально заходят, в клетках с голубями. Можешь голубя взять, сфотографировать и выпустить. 100 рублей стоит. Сколько? 100 рублей. Да нет, ну я вот был, 100 рублей, он говорит, не меняй. Это я на богословском храме. Ну, значит, ни одного трёх голубей. Да нет, а по одному. Он один на нас фотографировался. Ну да, ну как-то ручок улетит. Ты чё красишься? Весь украшенный. Кто не видел голубей? А, нет, это я ударю. А, это я не помню. Гляд, ты тихо, что, прекратился, сбаляшка, нет? Нет. Смотри, а видишь, какой нос у него? Совсем не такой дубоносый. Да. Это порода такая, не надо. Посмотри, нос. Какой это ты, это разница большая? Ага. Это другая порода такая. Держи, только не урони. Сверху крылья, сверху. Сверху, а то он снизу. Как же она не сбежала? А то он тебе кревать начинает. Клевать, вы можете, вы можете, вы можете, вы можете. Если вы будете их по полу, гендерный брейз. Значит, вот так вот. Если ее берешь за нос, подожди. Если она не сильно дергается, не сильно, так, это самка. А если самес, он вот так вот сразу выгибает. Ну, это так приблизительно. Ну, коту подержите за нос. Это, вот это самес. От него тут большое потомство. Покажите за нос. Вот, видишься? Нет, смиренный мужик. Смиренный мужик. Смеримся со своей участией. Вот, какого-то, вот, вот. Полтавосик это идиот. Держи. Какой он красивый. Вот, смотри, такие красивые. Это разные породы. Вот такие вот. Власть. И красавец. И красавец. Стой, стой. Ну, сильно красивый этот. Там его пометили, что ли? Будешь держать? Ну, давай, ты кто за мной выносит его? У нас где-то раз. Давай, одну, возьми. Бандиты с синячком. Ага, с синячком носить. Синячек. А ты не держал? Ага. А эти вкусно летят. У нас не гоняются. Это книжки зажравшиеся. Вот жирные. Каждый день кормят. Моилия Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 12 глава, с 18 по 27 стихи. Потом пришли к нему в саду Кеи, которые говорят, что нет воскресения. И спросили его, говорят. Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ. «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут. Разве не читали вы в книге Моисея, когда Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь». Толкование. Наберитесь терпением. В Саддукеи были между Иериями такие еретики, которые говорили, что нет ни воскресения, ни ангела, ни духа. Как люди коварные, они выдумывают такую повесть всем, чтобы ею не спровергнуть истину воскресения. Они дают вопрос о том, чего никогда не бывало и быть не может, а что семь мужей брали один после другого одну и ту же жену, это они выдумали для большего посмеяния над воскресением. Так как они в основании своего вопроса представляли закон Моисеев, то он обличает их в незнании Писаний. Вы говорите, не разумеете, о каком воскресении говорится в Писании? Вы думаете, что в воскресении будет таково же состояние людей по плоти и душе, как ныне? Нет, не так. Вы не понимаете смысла Писания, да и силы Божьей не постигаете. Вы, видно, обращаете внимание только на трудность дела и потому недоумеваете, как могут разрушиться тела, снова соединиться с душами. Но для силы Божьей это ничего не значит. По воскресении же состояние воскреши будет нечувственное, но богоподобное и образ жизни ангельский. Ибо мы уже не будем подлежать тлению, но будем жить вечно. По этой причине тогда и брак уничтожится. Ныне брак существует по причине смертности, чтобы, поддерживаясь преемством рода, мы не исчезли. Но тогда, подобно ангелам, люди будут существовать без посредства брака, никогда не умаляться в числе и пребудут всегда без убыли. Еще в другом отношении Саддукея оказываются неведущими Писания. Если бы они разумели его, то поняли бы, почему сказано «Я есмь Бог Авраама Исаака Якова», что указывает на живых. Ибо Господь не сказал «Я был, но есмь Бог их» и как бы присущих, а не погибших. Но, может быть, скажет кто-нибудь, что Господь сказал это только о душе правцев, а не вместе о теле. И что отсюда нельзя заключить о воскресении тела. На это я скажу, что Авраамом называется не одна душа, но совокупно душа и тело. Так как Бог есть Бог и тело, и оно пред Богом живо, а не обратилось в небытие. Далее. Так как Саддукеи не веровали только воскресению тел, то и Господь сказал о телах, что они живы у Бога, а не о душах. Последнее признавали и Саддукеи. Затем обрати внимание и на то, что в воскресении есть восстание падшего в землю, вправь. Но пала не душа, ибо она бессмертна, а тело. Следовательно, оно и восстанет, снова соединяясь с единосоюзною душою. Вопрос. Вот здесь говорили, что Саддукеи вначале говорили, что они не верили в душу. Помните такое? А здесь говорится, что они верили в душах. То есть тут... Если. Когда он повторно дает загадку, это о душах сказал, кто-то скажет, не обязательно Саддукеи. А он говорит, что Абрам называется не душа Абрама, а в совокупности тело и душа, когда он жил на земле. Вы поняли, в чем доказательство? Саддукеи не признавали. Нового завета не было. В Ветхом Завете 50 книг. Неканонических 39. А они только 5 признавали. Вот Саддукеи чем отличаются? Сектанты, баптисты. У них Библия 66 книг. Цифра-то какая? У православных 77. Всем полнота. И вот они... Доказательства начнут говорить... А вот в Псалтере написано, души моей не оставишь в войне. Да это Давид написал? Что ты берешь там? Не каноническое. Она не каноническая для них была. Апоклиф. И доказать им никак нельзя было. Оказывается, можно доказать. Там написано, когда Бог встретился с Моисеем и говорит, я Бог Авраам, Исаак и Яков. Ну и что? Я читал. А где тут доказательства? Тут не раскрывай. Надо понять смысл в чем. А смысл в чем? Если у тебя было три сына, а они на фронте погибли, ты не будешь говорить, я отец трех сыновей сейчас. Ты скажешь, у меня было три сына. А когда Бог говорит, он не говорит, был, а есть им. То есть в настоящее время, когда я с Моисеем разговариваю, я их Бог, а они мои дети. Так они умерли. Но спорить не очень. Бог сказал. Я есть им. Там написано. Вот это главное, что в настоящее время, я попутно хотел сказать, вот сколько на земле птиц, ты знаешь, нет? Тихо. И у каждой птицы не один, там какой-то номер в ней, а много названий выводят. Самый легко выполняется подбор одного голубя к другому. Курицу очень трудно вывести. Новую породу гуся еще труднее. И вот, когда откроешь, сколько пород. И увидишь, как только до голубей доходит, так вспышка. Допустим, гусей всего 30 в породном мире. Куриц там 35, а голубей 350. А почему? Вопрос сразу, а почему? В первую очередь они платятся быстро. В год она 2-3 выводка делает. Одним она не останавливается. И кроме того, они под рукой у тебя. Не там фазана ты поймай сначала, приучи. А голубя нужны нет, он не клюнет, ничего нет. Но если на гнезде, она клюет тебя и крыльями бьет, не дает. Прям сразу. Только Иисус снесла, и у нее другой характер. И вот сегодня, когда люди разговаривают, за что-то судят того, кто работает в интернете. То есть от тебя дети там не родились, поэтому ты так и смотришь. Безразлично. Да зачем это? Но когда они родятся, дети, ты будешь защищать. И того, кто изобрел интернет, Тим Бердерсли. Молиться за него, а не то, что дьявол интернет. Так вот, почему Христос, например, взял только голубей? Будьте просто как голуби. Почему? Ну почему не воробья, не курицу, не... Ну там разные же есть. Скворцы, кукушки. Только голуби, пример Бог взял. А почему? А вот я могу ответить. Голуби я и держу все время. Дело в том, что если ты разорил гнездо у воробья здесь, он тут не будет. Скворца выгнал из этого, гнездо разорил, он в другое место пойдет искать. Голубь даже сгорит, все, и он прилетает и летает на одном месте. Почтовых куриц нету, а почтовые голуби. И показывает сейчас большие лошадями, там четверка запряженная в первую мировую войну у немцев, голубятня. И он на фронте. В одном направлении они могут дать сигнал, мобильника не было, а телефон за собой не потащишь. И они говорят, наши разбежники узнали, у русских там-то, там-то войска. Они голубя привязывают, что там, закрепили, выпустили, и он не полетит куда-то, он полетит точно к свою голубятню. Вот здесь как выходишь на мост, и обернись туда, и правее маленько там храм, и написано огромными буквами Барнаул. И вот приезжают сюда с разных регионов, с Челябинска, с Томска, с Красноярска, с Иркутска, и собираются в одно место голубятники. Приезжают, как вот наши газель, но только дверка открывается сбоку. Вся дверка переоборудована. А там у них поилки, кормилки, все. И когда они доедут сюда, их фотографируют, съемка идет прямо напротив надписи Барнаул. А барнаульские голубятники здесь распишутся. И вот так только открывают двери, и они оттуда, шшшшшш. Я говорю, а сколько было? Семьдесят там пять. И вот они поднимаются, я смотрю, и они даже круг не делают. Только взлетели, и иркутские летят туда, в Томске туда. А которые с севера точно берут на север. А то пурга, его не касается. По сегодняшний день еще ученые до конца не знают, как он электромагнитные волны. Пытались что-то делать себе, это бесполезно. Соломон не знал. Вот так ты должен. Как бы ни было, трудно чего-то. А церкви Божией не на шаг. Люби Господа. Никуда. И пример с голубя. И спрашивают меня, а как думаете, в Царстве Небесном будут голуби или нет? Я думаю, спрашивать не надо. Я не знаю, коршун будет, не будет. Но вполне будет. Почему? Потому что вся тварь совокупно стинает и мучается до ныне. Что будет искуплено, освобождено от рабства, от ленью, свободу, славы детей Божьих. Как только человек обновленный выйдет, и вся скотина будет обновленная, никакие котики не воскресут, но каждая тварь будет по паре. Тоже не будет умирать, как в раю. Вот там мы его увидим тогда. Ты побежишь скорее к собачкам познакомиться, а я с голубями. А батюшка с барашками. А почему? В виде агнца и в ней голубя. Все остальные оказались за бортом. Вот две твари, в виде которых Господь сам себя показал. А в третьей книге Ездры, он молится, Ездры говорит, Господи, из всех птиц ты избрал одну голубицу. Из всех животных под небесами ты избрал псу. Из всех цветов ты избрал только лилию. Из всех народов, Господи, ты нас, евреев, избрал. Из всех гор, только одну город Сион. Из всех городов только город Иерусалим. Яви себя здесь, Господи. У нас ни одного не может разобраться. У нас хоть единицы верующие, а те-то, еретики-то, у них ни одного нет верующего. Жалься над нами, Господи. Мы твои избранные. Вот фильм «Искупление», когда там Захарий выходит такой-то. Мы избранный народ. А его Юлая говорит, а что, разве мы не грешим? Разве нам не нужен Спаситель? Поскольку открывает знание, курица ничего тебе не даст. Птица собирает птицов под крылья. А у ядер написано, курица собирается и птицов. Прямо написано, курица. А ты видел, как голуби? А теперь посмотри, как лебедь. У нее обыкновенное тело и крылья. И как только она вывела, у нее крылья вот так изгибаются в виде лодки. Они из воды прямо в нижний край у нее низко, они загораются и она плывет. И вот так два рядом кораблика, крылья. И они сидят, выглядывают из-за нее. Это нельзя никак объяснить. Это Бог заложил. Вот это мудрость, которую Бог говорит, посередайте. Все дышащее дохвалит Господа. А вот что ты любил? Вот это любезное свое расскажи. Вот наш отец любил гусей. Он гусей души нечаял. Во-первых, много мяса и кормить надо меньше, чем куриц или уток. Вот у нас в Шарщино жили воронины. И там были утки. А мой брат Самуил учился в Шарщино. Ему утки понравились. И он к отцу пристал и говорит, «Давай, тядь, давай мы обменяем. Денег-то нету на обмен. Но они нам дадут 4 утки, а мы 2 гуся». Отец, да не надо, говорят, это нехорошо на обмен. «Ну, давай!» Ну, отец уступил. Больше гуси не водятся. Сразу стал падеж. И после этого у нас было гусиха-то. Отец это вон какие. Двенадцать бывает. Двенадцать. Всех выходят до самой осени. Здесь как нету. Четыре и те болтуны будут. Половина. Вот. Что это такое? Неизвестно. Я по сей день не знаю, как заколдовали. У нашей мамы в огороде все росло абсолютно. Кроме чеснока. Чеснок не рос. А почему? Когда первый раз садила, соседка крикала, у тебя, Мария, чеснок-то есть? Да есть. Дала. И дала, как будто сплавила. Как бы ни садили. У нее свои брюква и свекла, и огурцы там, как говорится, оглобли. Бегаем ребятишки в потемках. Мария, у тебя все растет так. Она говорит, все, да нет чеснока. А у соседки чеснок прет и прет. Как это может быть? Не знаю. Вот люди поэтому боятся и говорят, я что-то скажу, он от меня мой талант заберет. Тут не получится. Тут надо работать над этим. А он, говорю, сразу узнал. Нет, в поте лица. Одна девочка, она на музыкальном и играла. Я не вижу, что тут одна у нас чемпионка. У нее около ста наград. Да. Играла. Вот. Я рассказываю про то, как она завоевала и все. хоть талант. Какой талант? Она девчонка-то там лет 12. Она говорит, талант у каждого есть. А остальное? 5% таланта есть, а остальное? Аминь. Какие бы таланты не были. Вот сейчас говорят, кто лучше устраивается в жизни? Пятерышники или троечники? Троечники. Троечники. Почему? А ему легко давалось. И когда он кончил это все, он дальше никакой не сойти. У него талант просто был. А дальше-то заубрите нечего. И не может придумать что-то. А это троечник. Он все думал, как запомнит. То другое. Смотришь, а дочь это задумал другое. То памятники делает на кладбище, то хоронит. То еще что-нибудь. Да, 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 да. Есть такой фильм. Двенадцать. Нестор услышит. Он будет только. Вот так. Пошли дальше. Я к тому побуждаю, чтобы свои таланты развивали. Мне вот еще такой момент непонятный. Я бог Авраама Исаака Иакова. Но в тот день, когда он говорил Парисе этим саддукеям, и говорит, я есть. Не был, а есть сегодня. Я бог Авраама Исаака Иакова. Вот в этом смысл. Дайте спросить. Ну понятно. Вот я есть. Вот у меня, допустим, сын умер. Я отцом остаюсь. Нет. У тебя нет его. Ты скажешь, был сын. Там чашечка. Был. Я скажу, был сын. Ну ты не скажешь, у меня есть сын. Я скажу, я отец. Ну отставайся, отец. Вот он умер, но я отцом остаюсь. Ну ты говоришь, я отец его, я отец. Но сына у меня нет. Его убили. Так вот если бы было написано, что Авраам, Исаак и Иаков дети Божии, тогда есть дети. Тогда понятно. А то, что Бог про себя говорит, да мол, ну... Вот так спорить не о чем. Тут подняния за счет, тут непонятно. Тут форма. В каком? Про прошлом и настоящем? Я к тому, что это мало доказательством бы являлось. Нет. Так английский язык кто знает? Ты уже не будешь утверждать, что ты отец. Сколько времен существует? У тебя сына нет. Три. А у англичан двенадцать. Как же у тебя сын? Ну был у тебя сын. Как двенадцать? Прошедшее, настоящее и будущее. А у них так прошедшее, так я шел с ним сейчас. Я иду. Я не просто там скажу, а в настоящий момент делаю. Вот это еще там фьючи добавят где-то. Но зато у них один падеж. У нас шесть падежей, да еще семь звательные. Мы говорим, Боже, Боже это, нет такого Бога, Богу, о Боге. А Боже это откуда взялось? А это звательно обращается Боже. А у них везде одинаково. Спун. Ложка одна, спун. Ложки нет. У нас ложка, ложки. Ложки. Удать ложкой, думать о ложке. А у них спун, 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 спун и пошел. У немцев четыре падежа, а здесь один падеж. И они понимают это. А если десять ложек? Десять ложек, дать десятими ложками у них нет. Тен спун, 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 спун. Больше ничего не скажешь. И все понимают. И еще такое мысль. То есть вы сказали, что там был всех тварей по паре. По паре после Ноя уже в раю-то. А что по паре-то? Ну я так сказал. Я не знаю, это я знаю только в Ноя в Ковщеге. Наверное не по паре. А Ноя в Ковщеге это по паре из того, что Бог сотворил. По паре сотворил Бог для того, чтобы в надежде, что они потом будут размножаться. Там не будет размножаться. Значит не по паре. Значит там побольше, чтобы всем хватило, чтобы у меня собачка была у вас. То есть не важно что, чтобы вы жмачку дали. Все так и понимают. В районе сколько было? Сколько? Мы не знаем, но только знаем одно, что они не умирали. Смерть вошла с человеком. Понимаешь, вот мы рассуждаем, когда наши рассуждения, они приземленные. Вот представь, Адам цегрешил. Вот по человечеству. Мой сад. Ребенок залез сорвал какой-то плод. Ну там груши, яблоко. Что я могу сделать ему? Не ловил, ни ветки не отломил. Ну единственное, что я ему за пазуху наложу больше и скажу, зови там Нюрку, Таньку, Маньку. Всем достанется. Здесь за это согрешение умерло уже больше ста миллиардов людей. Водами все умирают. Не просто водами. Водами. Господи, да плод какой-то миллиарды всех людей. Да. Миллиарды. Триллионы рыб. Миллиарды разных зверей. Все молекулы сделаны смертными. Смертными. Вот почему жертва Иисуса одна. Умер однажды. Достаточно, чтобы если было бы сто галактик, и на всех звездах были люди, и все согрешили, жертвы Христовой достаточно, чтобы их искупить. Мы должны хотя бы соглашаться с теми мыслями, которые Бог вложил в это во всем. А во Христе все живут. Слово все подчиняет все. То есть возможность дана. А как это? Никак. Я беседую каждый день с этими мусульманами. У меня вот такого опыта не было, как через час улитку набрался-то. Сейчас отсылать не надо, ему сказал Вячеслав. Делайте, выходите, но не высылайте мне. Воскресное ему больше не высылайте. И так поднялся, себе выставляйте. И у меня новые и новые наработки с ними. Вот вчера я беседую, я опять зато... А, эта книга... Ты на что сказал так? Ты сейчас в чем махнул? А я ему Библию показал. Библию. Так, ты будь свидетель. Он топчется на моей книге. Я говорю, у тебя моя вот это показываю. Раз, ему в Коран. Это твоя книга, твоя. Ты признаешь, да? Сейчас я буду плевать на нее. Можем? Нет, надо руки вымыть. Пятая сура. 47-й, 66-й, они одно о чем говорят? Они друг на друга, один спрятался. То есть они не знают совершенно. Я говорю, там написано, мы, христиане, называемся люди писания. А Писание в 7-м веке, это сказано не позже 7-го века. Ваша книга появилась в 7-м веке. Одна книга была, я показываю Библию. И там написано, мы люди писания, и Всевышний дал нам инжил. Инжил, то есть Евангелие. И вы по нему должны жить, я по нему и живу. А в моем Писании-то, по которому жить должен, написано, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало нам спастись. Думайте, ребята, где вы находитесь? Если будете говорить не то, а даже явится Джибраил, то есть Архангел кто-то, то написано, да будет и Монафима. Галатам 1-8-9. Они сразу раз выключают. Я только перекрещусь, они как коврем все падают. Но бывает до конца надержатся. И что делать? Я тебя никуда не зову. Вот тебе написано в книге, ты подчиняйся ей. Раз ты уже не можешь никуда. Но эта книга говорит, у нас Писание, мы люди Писания, хотя это слишком высокая оценка. Писания-то как раз в руках и не было у людей. Я уж молчу про это. Пускай ты копят, потрудятся. Вот поэтому он знает. А я дальше начинаю с ним беседовать. Ну а вот как считаете, у вас ваши книги-то похожи? Говорят, сильно похожи. Я говорю, ты знаешь сколько разночтений? Каких? Ну одно другому не соответствует. 5216, это моя наработка. Я каждые суры, а я сравнил со священным Писанием. 5216 расхождения. У нас Соломон. У вас Сулейман, это один и тот же? Ну да. Запомним, Соломон и Сулейман один и тот же. Дальше. У нас Авраам, у вас Ибрагим, это один и тот же? Один. У нас Давид, у вас Давуд, это один и тот же? Один. Согласились? Слушайте. У нас Соломона три книги в Библии. У вас в вашей книге, у Сулеймана ни одной строчки нету. Почему? Если вы его признали, данные идут из Ветхого Завета. Из трех книг даже одного стиха нету. Ни книги. Полное гробовое молчание. Почему в речи Авраама ни одной не попало? У нас в псалтырь Давида, у вас ни одной строчки нет. А сегодня мусульмане берут псалтырь и по ней молятся. По ней молятся. Потому что самая грамотная. Почему своего нету? Не знаю почему. Да потому что ваш руководитель брал все на слух. Писания не было. Это двадцатилетний труд простого рабочего. Вот сколько он стоил-то. А там на пергаменте. Терящая кожа. Особая, выделанная. И как писали, из свиток на свиток. Когда у вас переделывали ее, ты не знаешь о чем говоришь. Когда переписывали, а бывает истрепится, то как только строчку написал, он пишет и вот так вот ведет. Ведет до конца ты считал. Там написано сорок восемь букв. И он считает сорок восемь. Если сорок семь, дальше сразу тормозит. Какую букву я пропустил? А за ним еще проверка будет. Напротив каждой строчки написано, равняется сорок восемь букв. Как можно пустить? Такой переписки нигде в мире не делается, как в Библии переписывали. Так переписывали. Поэтому, а если обнаружили ошибки, две или три ошибки, весь свиток уничтожается. Проверять больше не будут. Вот как сейчас в Ютубе. Тебе третье замещание делать, тебя полностью канал рубят. Поэтому сиди тихо. Мне уже три раза делали замещание. Ни за что. Я одну отбил, а две написал, никто не смотрел. Кололи быка. Вот его выводят, его привязали у Андрея. Это можно снимать. Но когда подошел мясник, баркетан, и нож моткнул, а он лежал ногами и консультировал. Это нельзя. А дальше обдирает, дальше режет мясо. Это можно. В другом месте игрище сделали в школе. Учителя все до нога раздетые. Десятиклассницы. Все. Вот ни одной нитки нет на них. И теперь что? Надо, чтобы друг на друга попали. Значит, канат дать, чтобы тянули. И парни все, вот какое есть. Со всем хозяйством. И я об этом рассказываю и говорю, что до чего дожили-то. А мне это вину. Вы поставили эти кадры. Ну я поставил-то немного, показать-то где-то. Замещание. А замещание действует два месяца. Если за два месяца. Кажется, два? Ну, два, да, два. Они снимаются автоматически. Да, от них они выносят порицание мне. Если за это время еще будет, то живое. А если вот вчера кончился срок, а у меня новое, то то уже не считается. То есть тоже умно. На меня один вышел. И жалоба. Жалоба, что я украл ролик. А какой? А ГТУ идут занятия. И аудитория 410. Она за мной исчислится. Люди мои. А Иван Суворов приехал и снимал. Священник. Как это могло быть? Его фамилия Полос. 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 Это змей такой по ветвям лазит. Как он мог присвоить? Или я мог присвоить? Я тогда увижу, что ничего не помогает. Я на него все-таки вышел. Мне указали на кого. Я написал. Вы Бога не боитесь. Вы знаете, где эта аудитория? В каком корпусе? Нет. Аудитория за мной исчислится. Студенты, кто пришли мои, снимают мой аппарат. Как? Как теперь он не мой, а ваш оказался ролик-то? И он снял. Я говорю, это вам книги в подарок вышли. Да ладно, не надо. Ну, то есть, желая сделать пакость, но больше такого не было. Три было замечания и все с меня сошли. Вот так. Можно? Да. А почему именно семь? А? Почему именно семь лужей они привели к примеру? Вы думали, семь это полнота. В мире все на семь. И они знали об этом? Вот ты глазами смотришь, у тебя только семь цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Если ты ушами слышишь, дольями, фасоль, оси нету. И на уши, и везде. У курицы парень делится на семерку, там сколько? Двадцать. У голубя, женщина, беременность, все делится на семерку. Семьи, вот находят, когда новые какие-то там дикари. Новый год они там не справляют, а другие справляют в другое время, там в июле. Но есть три вещи, которые у всех народностей и у всех религий одни и те же. Первое. Все верят, что был потоп. Значит, после потопа они разбрились с людьми. Все одинаково говорят. Дальше. Все религии верят, что будет страшный суд отмечать за все, что ты делал. И третье. У всех семидневная неделя. Количество месяцев, часов, все разное. Неделя семидневная. А почему? В то время ничего и не было, в какой неделе. Это сохранили. Семь дней. А не могли привести пример четыре мужа или три? Ну, почему и мастер? Значит, не могли. Они уязвили. Сказали, мало четыре. А когда семи семерка, она как табу неприкосновенная. Евреи. Надо очень внимательно смотреть. Семь мужей. Мы знаем, тут в одной умер, а второй ее уже брать не хотел. Ну, еще было с ним. Откуда появилось это слово на букву О? Вот так. А то семер. Ее как ведьму бы боялись подойти. Какой-то осмодей их душит. Хотя бывало и такое. А у Сары осмодей. Сосватывал ее. Книга Тавитта. И жених в брача ночника выходит. Он его крутанул. Переломил его хребет. И все. Затушил. А он как? Он не в постель бросился, а Сара. Давай помолимся. Я беру ее не удовлетворение не для секса, не для этого. А для помощницы, чтобы с ней умереть. Господи. Ты нас благослови. Помолился. Лег. А отец-то, который. Теста его. Он опять слух посылает. Идите, сказали, могилу выкопать и здоровьем. А один заглянул. Они спят. Спят и обнялись. Живой. Живой. Да слава тебе Господи. А дальше уже началась разворачиваться целая история. И достояние отдадут. И наказывают. Доченька, а ты пойдешь туда. У тебя будут старые родители. Ты слушайся. Отказы-то все какие были. Было сказано, Ниневия погибнет, сынок. Бог отвратил в небе. Но он все равно погубит ее. Рассказал Бог попозже. Так и случилось. И он еще не умер. Но услышал, как Ниневия была разрушена. Ее нельзя было разрушить. По нашему сказать. Высотой до небес. Ну ты знаешь, дом какой. Сколько здесь метров? Ну три метра. Больше-то нету. Ну четыре с половиной. Нашли скелеты в Индии. Мужской скелет лежит. 18 метров. И притом о гигантах. И в Библии сказано. Когда соглядаты-то вернулись и говорят. Там люди как деревья. Не могли они на двухметровых сказать так. А стены высотой до небес. И будто бы около ста метров высота стен была. Никакая лестницы не достанет. А они узнали где вода заходит. Заранее выкопали там. Перекрыли. Вода пошла туда. По этому проходу воина. А они там гуляют. Царь. И в этот день. В эту ночь. Царь Дарьев был убит. Кто там не Дарьев? Это Волтасард. И был убит. И Дарьев воцарился. Пал город. Известен то с одного района, то с другого. Вот сейчас где это. В чем это? В Китае. Ну там один выступает. Доктор то. Он посмотрел. Ну да. Вы думаете что это какое-то болото. Там малярийные комары. Какая-то деревня. Вроде потеряю в Китае. Я думаю так. Вы не знаете что такое? Там Цзай Синьцзян. Это город. Город. В котором одиннадцать с половиной миллионов людей. Десять университетов. Там народу то сколько? В Китае или миллиард? Миллиард. А сейчас заговорили почти два с половиной. И вот там умерли люди. И они быстренько вот этот штамм узнали. Что? Все закубарили. И в каждую страну вот эту бациллу отправляют кому надо. Идите испытывайте. Узнавайте какое лекарство делаете. Какой умный народ китайцы. Не прятать стали как у нас. Не трожь меня. А ты наоборот. Что спит. Это никого не касается. Это не стыд, а ничего. А что узнали на меня пальцем ткнули. То вот это не надо. Сатана все перевернул. Бог сделал так, что делать грех стыдно. А каяться не стыдно. Отдельно батюшка того нигде ничего не скажет. А сатана наоборот сделал. Грех делается без стыдства. А пойти на покаяние трудно. А так зато он сговорил. Где надо стыдиться, когда грех предстоит? И вспомни. И вспомни. Вот кто видел королёк птичка пивщая в Турции? Когда хозяйский сынок ее отдельно там около лестницы залучил. Она только глянула. Ты завтра что будешь? Он понимает. Завтра его казнят. А он видит, она красавица. Там ее в пустынном месте захватил. Он сразу руки опустил и отошел. Там играть не будут. Он мог, она же в его руках уже все опустела, она пошла. И там не будет просто так. А не на чужих жен скачут, а со своими. У меня одна вот переписывается, Наталья Усатая. Она говорит, если убежал, а не мечи. Убежал, что ты будешь делать? Укрывают от элементов. Там не так. По всему миру розыск. Такого-то найти Иванов Порфирий. Его найдут. Его в наручниках привезут. И дома на площади будут драть ленты вешать с него. Корми. Еще один раз бежишь, на месте тебя казнят. Игра, говорит, очень тяжелая. Она там живет, знает, понятно. Судьи только один вопрос к ковару. Какой рукой воровал? Второй уже не спрашивает. А третий только голова. А у нас не знают, что с коррупционерами делать. А в Китае? Доказано, доказано. Его расстрелять не стреляют. В тюрьме заставляют работать, чтобы он оправдал патрон, который стрелять будет. Как стоимость патрона отработал, тогда его выводят. Дают проститься. Жена здесь плащет. Он министр. Министр труда. Показывают. Тут же его хлопнули. Все. Сейчас если сделать, в Думе ничего не останется. Да они тут говорят. Депутаты сидят. Вот ты смотришь, что Путин наступает в федеральное собрание два дня назад. Я не могу объяснить это. Как только я глянул, зашел. Там Матвиенко как сидит это все. На душе до того тяжело и темно сделалось. Я не могу объяснить. Я помолился. Дальше считаю. Семь тысяч человек одобрили. Там семнадцать тысяч или сколько. В два раза больше дизлайк вниз. И вот она вся шпана собралась здесь. Котели жирные. Посмотрите какие лица у них загорелые. А Путин там говорит сколько за детей. Скажу, у нас самый богатый Леша будет. Сейчас там десять тысяч еще добавлять будут. Говорили до трех лет, до семи. Сейчас до десяти, видимо, платить будут. По регионам. В Канном регионе своя будет. А где, говорит, деньги возьмут они? А я думаю, вот с этих-то, которые сидят. Учитель получает пятнадцать тысяч. Министр образования сидит. Три с половиной миллиона в месяц. Ну как это так? И будто бы зашел Сталин. Поздоровался. Здравствуйте. Товарищ Сталин, да заходите. Послушаться будете. Будем. Так. Все, думаю, расстрелять. Думаю, здание это покрасит зеленый свет. А вопрос можно? Да можно. Йосиф Алексеевич, а почему зеленый? Товарищи, благодарю, что по первому вопросу вопросов нет. Что расстрелять, я все знаю. Да, расстрелять. Почему зеленый? Поехали. Марка двенадцать двадцать восемь тридцать четыре. Один из книжников, слыша их прения, и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. А сколько всего заповедей-то было? Вообще десять. А? Десять. Сколько, тут есть у нас врачи кто-то? Сколько костей в человеке? Десять шесть. Ребрышки, всякие вот это, косточки, ровно столько же их заповедей. Ага. Ну, это весь Новый Завет. Вот как сделано. И какая наибольшая, наивысшая? И все они исполняли. Евреев, вот, у меня какой-то он там, 23-24, 25-й. Написано, прикосновение к мертвым оскверняет человека. И они дальше говорят, а допустим так, я стоял, сидел на лошади, а ворона прилетела, кость в кладбище принесла и сбросила на меня. Я опоганился? Опоганился. Так, а если вот так, она села на дерево, а дерево здесь, а ветки складились туда. И она также косточку уронила на меня. Кто виноватый? Ворона или это? Это все написано. Если человек, еврей туда приехал, потеряю, и корову отдает, так можно давать или нет пасти? Говорят, если пастух один мужчина отдает, не давать, чтобы не изнасиловал корову. А если вдвоем, можно отдать, они друг друга выдадут. Какое у нас понятие о русском? А теперь еврейка устраивается на склад. Вопрос стоит, а как? Так, она должна узнать, ворота открываются куда? На улицу или куда-то на задворке? И сколько там мужчин? Она говорит, я узнала, шестеро. И ворота открываются прямо на улицу. Тогда можно. А если туда нельзя, изнасилуют. То есть они абсолютно мелочи, но зато они уже там не спорят. Вот я держу голубянку, и вот он держит за комсомольским. А голубянку нашли где-то. Чей? Шагами мерить, для кого ближе. Так он оттуда. Мери шагами. Может метром они мерили. Это было в России. Умер человек на меже. Что пишет писатель Тургенев или там кто? Стали спорить. Чей? Кому хоронить то его? Странник умер на меже. И давай теперь измерять, где границы. Где он больше лежит? Там или здесь? Как потеряли? Какие-то хоронили когда? Где больше было? У старообрядцев? Поповцев или без поповцев? Понимаешь, мы думаем мелочь сейчас, а по-другому нельзя. Этот вопрос все равно возникнет. Вот человек, проповедник, и впал в грех чужой женщины. Ну вот какие-то там. Ну вот ко мне приходит не кто-то сюда, вот нас Валя Барышникова и ее отец. Он ушел в пятидесятники. У нас такой случай. Проповедник хороший, но впал он в грех. Что делать? За хвост, забь яму. Он пусть проповедует, а у вас там собрания нет. Ну а кому проповедовать хочет? Ну значит вы не церковь. Ну отлучить может на неделю, как батюшка. Может сорок поклонов дать. Сделали, опять поймали. Так поймали только. Я был в Америке, и говорят у них там радио проповедник. И обнаружено было, и он признал. Плащет в интернете сидит, не в интернете, плащет. За него вся Америка говорит, да бросьте вы мучить мужика. Он сказал, ну мы ждем его проповеди. Ну простите вы его. Его опять пустили, но он больше не попадал. То есть везде какие-то правила. У нас правил-то нет никаких. В церковь приедешь. Какое правило? Вот я зашел в Никольский собор. Как заходишь, на право был киоск. Прямо внутри храма. И там службы не было. Она торгует. Я вижу мужик рядом стоит. Папироса дымящаяся в руке. В шапке и рядом собака у него на палатке. В храме, внутри храма. А они видят или не видят? Не знаю. Я подошел к мужику и говорю, в храме нельзя с папиросой. Он сказал, нельзя. А я не знал. Он сразу выходит. Я что сделал не так? Только я вышел за ним. Слушка один убегает. Вы что ему сказали? Я сказал, что в храме нельзя в шапке. Папироса дымит сюда. Идите к своим баптистам. Там порядок наводите. Он зашел к баптистам. При чем бил баптиста. Понятно, как за нами следят? Я говорю, я же ничего больше не сказал. Я сказал, идите к своим баптистам. А баптистам тоже это не разрешат. Продолжим. Какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему. Первая из всех заповедей. Слушай Израиль. Господь, Бог наш, есть Господь, Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего. Всем сердцем твоим. И всею душою твоею. И всем разумением твоим. И всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего. Как самого себя. Иной. Больше сих заповедей нет. Книжник сказал ему. А вот смотри, подожди-ка. Еще скажу. Вот у нас батюшка, допустим, где-то стоит. Или какой-то прозорливый старец. К нему идут с вопросами. Власий какой-то. И он отвечает. Ну что, да к матронушке съезди. Там помолись. Но у нас детей нет. Вот пять лет живем в съезде. Другой сына потерял. Не знаю где есть. Ну ты там в крестный ход сходи. Еще что-то. Стоит он еврей. Старый. И вот к нему подходят молодые. Вот мы поженились. Все. А родители не хотят, чтобы с нами жить. У вас есть Тора? Писание. Считайте Писание. Бог да благословит вас. А другой не благословляет. Друг ей подходит. Она говорит. Вот такой муж запился. Я не знаю, что делать. Вот есть у тебя Тора? Считай Писание. Бог все устроит. А тут военный пришел. У меня не лады там. Что-то случилось. Есть Писание. У него ни одного другого ответа нет. У нас на 100 вопросов ни один священник не ответит так. Вот и все. Что интересно. Иван нашел там ссылку делать на какого-то. И говорит. Он все время говорил. Смотрите в Писании. Я подчеркнул и указал какая традиция. Как радостно слышать. Другого нету. А вот там благодат на огонь. Вот поехать туда. Христос сказал не там и не здесь. А во всяком месте. Они как будто этого не слыхали и не видали. И вот лезут туда. Как в ресторане покормили. Да кормили там в 10 раз дороже. Черт молчишь. И теперь ходят они там видят. А вот здесь то-то. А вот это домик. А вот Лазарь. Лазареву пещеру. А там за деньги которые рядом живут. Закрыли. А нам охота в Лазареву пещеру. Они немного. Там 10 долларов заплатили. Запустим. Там везде-везде-везде деньги. Зря тебя не было туда. И вот поехать надо туда что видел как видел. И там где-то такое место такое есть. Был алтарь. Потом разрушили. И пишет протоиерей. Ныне доктор богословия. Наш архиерей туда пополз. Под стол. И я тоже. И у меня на грудный крестик. Я его опустил в ту ямочку туда. В ямочку опустил туда. То есть он энергетику там цепляет. Это говорит человек перед которым я всегда шляпу сниму. Которой у меня нету. Почему это общая тенденция. Вот такие ноги отрезанные. Вот так вот ноги отрезанные. Ну и там митрополит стоит. Щеточкой. Вином поливают. А бак наверное шириной как до стены. Вот такой вот круглый. И там воды сколько. И он отчирает эти ноги. А пальцы с крючья. Ну или после. Или как-то. Как только он там все. Как давить в начале друг друга. Ведрами хватает. Из бочки черпают. И комментарии. А куда они? Ну куда. Заваривать суп там то другое. Теперь все. Это все выставлено. В интернете. И как люди друг друга прямо вышвыривают. И который корреспондент. Он едва вылез оттуда фотографирует. Обмывает ноги мертвеца. Когда к нему прикоснуться нельзя. Ты осквернишься. И никто это правило не менял. А у них это вода святая как бы считается. Да. У них как бы это как за святую воду сходит. Да. Ну свой экстракт. Только люди не написали куда. Ведрами каждый хватает. Там большими банками. Черпают через край. Отписав такая. Там сразу человек может 30 хватает. У нас хватает святой у них. Ну вот у нас как за святой водой тоже. Ну заряди только мощи. Слово мощи и сразу выплывет. Это не выдумка. Это реально. Только поклонники. Давай. Даю. Даю. Иисус сказал ему. Хорошо учитель. Истину сказал ты. Что один есть Бог. И нет иного кроме его. И любить его всем сердцем. И всем умом. И всей душой. И всей крепостью. И любить ближнего. Как самого себя. Есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус. Иисус. Видя что он разумно отвечал. Сказал ему. Недалеко ты от царствия Божия. После того. Никто уже не смел спрашивать его. Толкование. Мне сегодня ночью один пишет. Я поляк. А живу в Литве. Я советский человек. Ну тут вся такая катавасия. Я успешно очень. Получаю там около 3500 евро. И я могу вам деньги спинуть сейчас сразу. У меня денег много. Но я отчаялся. Женой развелся. И сижу дома. И не знаю что делать. Интерес к жизни потерял всякий. Сижу один дома. И плачу. Ему 38 лет. Но я же еще не старый. А на ваш ролик натолкнулся. И у меня надежда появляется теперь. Ну я ему ночью то. Мне отвечать некогда. Я ему сказал. Ты выходи по скайпу там. Вы только мне скажите. У меня на столе револьвер лежит. Я уже проверил его. Мои охранники. Если еще со мной будет. Они вам перешлю деньги. А я вам спешу. Если вы это не просто кривляетесь. А то может какой-то сопляк за забором сидит сейчас. Подделался. И игру эту. Вытворяет. А я сейчас деньги прошу. Нет. Вы завтра выйдите. Выйдите на меня. Нынче одна такая была. И вышла на Галину в рейске. И платье купила. Показывает длинные. Потерявку собирается. И все. Как попросили по скайпу выйти. Сразу исчезло. И больше ни разу не появилось. А если у человека чисто всего-то носили. Да. Она еще не скрывает. Все есть. По своим именем. Спросила. Я ответил. Так. Так. У нас скоро дорога будет. Она потеряет. Показывает. Вы написали прошение. В министерство. Я знаю. Мне написало там. 50 миллионов. Что не сказали там. Ну. Я забыл все это все. Ну. И мне звонит этот замминистра. Неделю назад. Две недели назад. Я ответил. Таким Тихонович. Вот вы прошение. Это заявление. Я говорю. Не заявление. Мы прошение. А вот требование. Вы требование здесь. Я говорю. Мы не требуем. Мы просим. Прошение. Дорогу. Вы знаете. Здесь сейчас. Дорога. Мы в Барнауле. Это там. Значит это. Ну. То что запланировано. Они не успевают там сделать. Не хватает. Денег. Нету денег. Я говорю. Как денег? Да денег-то полно у нас. Где? Я говорю. Да по 12 миллиардов воруют. Видели. Говорю. КамАЗом из квартиры деньги вывозят. На КамАЗ грузят деньги. Как? Один миллиард. Возьмите у них. И нам хватит дорогу. Сверху. С боков еще позолотить. Позолотить точно. Да. Так нет. Ну это вещи. Там это они. Там что-то вроде делятся. Что-то. Ну так. Попросите. Поделитесь. Там один-то. Миллиард. Значит. Один километр. Дороги стоит 20 миллионов. Я говорю. Нам не надо. Нам просто. Вот так насыпьте. И сверху. Гравием присыпать. Чтобы можно было. Да. Понимаете. Это вся земля. Она частная. Надо участников выкупать ее. Ничего себе. Я говорю. Крым. Без выкупа взяли. Да потеряете. 16 километров. Какое выкупать-то. Ну. Ну. Нет. Ну вы. Я говорю. Ну мы. Вы отказали. Отказали. Нет. Ну мы не отказали. Мы написали что нет. Ну и ладно. Я говорю. мы будем возможности дальше искать. Ну сейчас обратимся к министру транспорта России. Значит. Нет. Вот. К лидеру. Значит. Единой России. К ПРФ. Жириновскому. Там. Миронову. К каждому это. Кто-нибудь да откликнется может быть. Я говорю. Ну это ваше дело. Конечно. Ну вот. Я вот знаете. Я вот сижу сейчас. И я не успеваю только писать ответы. Что там кто пишет это. Вот сейчас вот вам готовлю. Ну прислали письменный ответ на полном листе. Описали все там. Это не возможно. Наши где мы просим дороги. Там дороги нету. Дорога есть которая от нас до Корщина. Там на карте есть дорога. А здесь дороги нету до подстепного. Да есть она. Вот где за этим то. За очередем то. Я уже на карте нету. На карте нету. На карте. Там уже нах, сделан на перестройки была. Но. Это они врут. Миллион уже все до конца. А переезд сделать. Вот переезд только сделали. А там переезда вообще не надо делать. Там все сделали. Он говорит, у нас переезд рабочий Он потом, а правда рабочий у вас переезд Значит он смотрит там по этому По компьютеру Рабочий переезд, я говорю, рабочий переезд Там ничего не надо Ну надо на месте, это сейчас что, нам если нанять Там как проехать, никак сейчас только дорогу чистить Ну что, нам может быть бульдозят, дорогу приедут Я говорю, зачем деньги тратить Вы прочистили с утра, к обеду ее уже заметят Уже не проехать Деньги экономьте на дорогу Не надо тратить Ну а может с вами как-то встретиться Я говорю, ну пожалуйста, как-то можем договориться Вот это вот за озером, которое дамба идет Там береза уже на ней выросла И они их выдержат Готовы, уже насыпаны И началась перестройка А которая делала там дорожная организация На всех наложили пени Забыте, скрипера которые Они их все перерезали на металл А дальше-то у нас Дальше потеряевка идет, считай, до второго мостика Это дамба-то А это идет вплотную Подходит почти к этому Несчастника никакой выкупать не надо Это все вранье Она там наступе уже есть Надо наступить Сейчас до весны Весной будет Сейчас ничего не проешь Ничего не посмотрим Ну да Весной уже будет Опять Так вы, может, до президента Я говорю, до президента пойдем Потом будем, говорю, в международный суд Будем, говорю, просить В ООН Куда? Ну какие? Я потом напишу еще Письма Я недавно писал Путину В Государственную Думу Генеральному прокурору И в министерство юстиции Так это все от нас зависит Если мы решили сделать То я думаю так написать Владимир Владимирович Как мне видится У вас хорошее отношение Главой администрации Чечни Рамзаном Ахматовичем Кадыров Я правильно понял? А там Главный проспект имени Путина Я бы нигде больше не видел такого Вы с ним дружите Почему ему в чем-то не подражать? Не только у вас учиться Но и он не дурак Почему он сумел запретить аборты Во всей стране? Нигде больше этого нету Сейчас говорят Платить надо за время перестройки Уничтожено Официально Которые аборты были 120 миллионов Миллионов Так это которые зарегистрированы Да О которых не регистрированы Домой делу никто не знает Так вот Во второй мировой войне Все страны мира вместе потеряли 55 миллионов В утробе матери Погибло две мировых войны Он говорит Это одна из проблем Потерявший сидит на первой скамейке Это понимаете что? Это демографическая катастрофа Демографическая Демографическая Ну и говорит В 90-х годах у нас было На семью 1,19 Ребенка А сейчас Уже 1,17 Это хорошо А у мусульман Стабильно идет На каждую семью В среднем 8,1 Что непонятно Как отец Дмитрий Смирнов Поговорит Здесь другой народ будет жить А этот народ А зачем он нужен народ? Он и жил себя И вот если Я там кадры быстро меняю Сочет рулетки Из 100 человек Первый меня видит Еще не разговаривал Он сразу матерком Из 100 человек Примерно 95 матерками То есть Вся нация поражена Засловием Сквернословием Все Кто бы он ни был Женщина молодая Девчата Пацанята маленькие Все матюгами Бог не может Бесконечно терпеть Не вечно Духу моему Быть пренебрегаем Все Все Это не для вас Я вас не кушаю даже Еще Достойно истеково истекну Блажный дитя Богородицу Крыс на блаженную И пренепорожную И матерь Бога Наши дом Честнейшую Херувим И славнейшую Без сравнения Серафим Без искления Бога Слово рожжую Сущую Богородицу Тя величаем Помолися на проху Господи Благодарю тебя за прошедшие занятия За день воскресный За возможность собраться нам вместе Благодарите за это медное время Дарья Господи нам И дальше собираться вместе Дальше находиться В единстве И свободе Господи Слава тебе за все Веков Ох Господи помилуй Даже о мне не могу сказать Стоишь рядом Около ухо И говорить не слышно Так Кому вот это отдали Забирайте Все Загуляем 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 Они убежали Ну куда зана Загуляем Загуляем Продолжение следует...